На Бэтрайдере исполняют нас на турнире только секси-бамбу в последнее время. Ну, он такой популярный. Но я думаю, что это вернется, когда кончатся герои, которые начинают драку. Да. Ну, к ложным, опять же. В Альбурсе тоже не будет. Баунти Хантер. Это корейский. Это Баратрум плюс Баунти Хантер в офлейне. У них остается Кэрри. И под Баунти Хантер, скорее всего, будет Эмбер Спирит. И я думаю, его забанят сейчас. Да. Должны банить Эмбера, потому что мобильность, мобильность, еще раз мобильность. С треками, фистами просто убивать, тебе не спушить, а если ты проигрываешь драку, там вообще карнавал. Да, абсолютно верно. 10 секунд для Баунти Хантера. Вопрос, как они будут отбиваться этими саппортами от Баунти Хантера с Баратрумом. Потому что если кто-то, если где-то найдет Баунти Хантера вот этого бомжа первого-второго левела, да, злый. Или как вот даже в прошлой игре было. Просто побежал Баратрум, неважно. Д-д-д-д-д-д-д, пять ударов, три стана. Смотри, Ернира банится. То есть, да, боятся они не Эмбер Спирита. Ернира бы там не было. Это было бы жадно. Куча милишников на всю команду. Только КЛСФ, никакого АОЕ. Я думаю, что там 100% инста будет какой-то Эмбер Спирит. Конечно. У Империи в миде уже как бы, ну... Ну, могут, конечно, помочь вначале кому-то. Но я за Инвокера вообще вот здесь. И под Клакай. Да, но единственный вопрос, один гирокопер сможет ли вывести. Там, учитывая, если будет второй кэрри, возможно, они возьмут какую-то ВР-ку. Ой, Стрэйт. Да, Драгон Найт, кстати, вот да. Это, кстати, гирокопер плюс ДК, Эмпайр часто играла. Да. Хороший бан. Ну... Плюс, наверное, Баунти Хантер, он в центре по-хорошему клау. Нет, типа, смотри, есть Инвокер. Он, если что, и в Тонадо будет вертеть и Спирит Брейкера, и Вич Доктора. Инвокер смотрится перспективно, но как бы расчет на раннюю доминацию. Да. Я не понимаю, почему не забанили Эмбер Спирита. Да, Гернаута. Вот Эмбер Спирит в прошлом был. В прошлом был Эмбер Спирита, а вообще берут Жигернаута постоянно. Ну, по-моему, у них было одно очко или два очка, пока они брали Жигернаута. Может, они переосмыслили? Вайпер, ну, это страховочка, и он тоже, как бы, довольно сильный в миде. На самом деле, вот так уже сильно, потому что есть Мека. Все герои на ранной стадии довольно эффективные. Там будет Мека, будет Хил от Дазла. Глокер тоже против Даблы вывезет довольно много. Да. Хорошо. Ну, конечно, не идеально, но нормально. Все-таки Меку некому было делать. Да, будет Мека. Соответственно, Клоквер там пойдет у всяких там форставщики. Не форставщики, Дазл. Меку делать не будет, потому что он будет пятой позицией. Ну, так-то MVP на самом деле на третий пик оппоришен посильнее смотрелся, чем Вич-доктор. Да. Если так стянуть. С другой стороны, нужен был саппорт хилищий, я считаю. То есть, они просто решили поиграть. Это такой себе хилищий саппорт, разумеется. Ты не будешь максить хилку на первых левелах. Потому что, если вы играете агрессивно, вы играете агрессивно через Бару и через Буха. Ну, нету в начале просто такого. Это потом он уже такой, типа, швапа. Квапа. Это Керрик. Это Керрик, да. Это Керрик, да. Заморозили-то явно. Но все равно. Но опять же здесь. Вайпер жирный, даззл. Ну, и к агрессии может свестись на нет. Зависит от Bounty Hunter, здесь больше всего. Ну да, и более того, у них выходы. Если выходы в лейт берем, то мы берем SF, да? И все. Который, да. И все, да. И Death Ward. Death Ward. Представим команды. Да, давай представим команды. Начну я, наверное, с имбридцем паэр. Resolution у нас будет отыгрывать на Вайпере. В то время как Хвост Александр Юрьевич на своем любимом вертолетике. Далее No Fear играет на Даззле. Young God, он же, соответственно, Aloha Dance играет на Рубике. И Фаник с Эндином на Клопперке в Team Empire. А теперь наш любимый корейский агрессор. Кьо на своем SF-чике. Дубу на Bounty Hunter. Видимо, он у них все исполняет роли, такие полу-ромящие герои. For If на Barat Room. MP на Кэрри Акаши. И Рейзен на Witch Doctor. Ну, интересно, посмотрим, как они справятся с Клоком. На самом деле, Клоппа даже и Соло идеально может выиграть эту линию. То есть они могут играть более агрессивно. Но я думаю, что... А уже прилетел на топ Рейзен, чтобы не поставили вард Клок, чтобы им отводить и оттянуть лайк обратно на себя. Не успели. Будем ждать, пока с МПР-цем этом разберутся. Скорее всего, опять. У нас есть один из таких компьютеров. Ну, как бы не компьютер, а там даже... Известное уже, так сказать, железо. Да, известная железка, которая... Нет, на самом деле, ее меняли раза три. Это, по ходу, карма там этого места, знаешь, стоит. Или кто-то рядышком сидит, кнопочка иногда тебе тикает. Да, злодичь, что взять, пардон. Да, не поиграешь. Ну, что... Рофлики, рофликами, да. В миде все равно. Вайпер плюс суппорт смотрится посильнее, чем даже вот это все. СФ, Баунти Хантер и Барат Рум. То есть мид, скорее всего, за Империей здесь будет. Топ непонятно. Но, скорее всего, Клоком много не дадут. Ну, левелом по-любому получится. Ну, типа, я знаешь, чего он будет? То, что сейчас Гира, соответственно, с двумя саппортами пойдет в харду. Стоит триплой. Нет, не будет триплой никак. Стоп, нет, да, не будет. Объясняю. Я... Сама каша. Я понял, все. Ее нельзя взять. Они играли, типа, отправили тени вис по мид. Можете, опять приснилось играть. Ай-яй-яй. Они отправили тени вис по мид, короче, и оставили в соло-изи стоять с сайлента. Это было на древней. СФу не дали танго. СФу не дали танго, прекрасно. Ха-ха, зажали. Видимо, в прошлой игре. Баунти Хантер заходит через без проблем будет. Как бы он сейчас не загулял здесь, если он сейчас... А, все, не тот побежал в хвост. Если бы был рядом с ним, услышал бы инвиз. Сейчас бы сюда оперативно ребята пришли с энтрями. Три из-энтри. Три из-энтрика, да. Четыре. Еще у... Вот сейчас с Баунти Хантером может ошибиться. Не, не может. Он не будет выходить отсюда, тем более, что имперцы... Завардел, они пикуют. Что там БХ? Топ-руну, скорее всего, будут забирать корейцы. И то они с опаской. Они не знают, где империя, а против Герокоптера Рубика дозла они никак на первом дозле ничего не смогут. Да, именно так. Ну что, ждем, пока ребята выйдут на руны. Тем временем, кстати, будут ли контестить верхнюю? Топ забирает кио, дали ему, наконец-то, танго, выпросил. Пост, воруй руну. Четверочку. Резоль забирает, конечно же. Открывается на мид. Ну да, трипа внизу. Он просто еще не так долго в команде, чтобы воровать руну. Да-да-да. Баунтихантер уже развлекает Фанника. Фанник опоздал на свою линию, походу. Все, крипов не стопнул, это поезд уехал. А чем он занимался? Что тут делать? Путешествие? Ну, он пытался вроде как отзонить, отзонить, да-да-да. Отзонить эту вот руну верхнюю. Типа коги поставить, там как-то продержать. Чтобы, если что, можно было бы контестить, забрать рунку. Но в итоге, соответственно, все равно кио забирает эту руну. Добла в миде, как неубиваемая. Баунтихантер здесь ничего абсолютно не сделает. И SF, мне кажется, сейчас будет тяжко скрипнуть. Это будет не добла в миде, потому что он уйдет. Он даст буст лайперу, там, к деньгам какой-то. И не даст SF в ласт хиддить. Потому что вначале, как бы, ну, как ни крути, один на один подзинает. Можно душ себе набить? Главное, чтобы это не было такой, знаешь, франскор дазл, который на единичку берет шаду вейф, а потом начинает играть в позен тачи всякие. И тем самым проигрывает. Смотри, какой вард от Баунтихантер. Красивый, очень красивый. Кстати, там тасс. Эта центряк его не видит, поэтому... Кура стоит, боятся вести назад, не знаю, где БХ. БХ обходит Фанника. Фанник там... Ну, у Фанника-то... А у Фанника Коги, да, полетел. Успеет ли вич, доктор, никак не возьмут. Но все равно, у Клакаса не так хорошо, как могло было быть. Как бы Ратрум без проблем получил уже второй. Да, вполне спокойно. Вайпер 6-3, SF 3-1. Уже там потратил почти все моно на Кайлы. И ему с каждой минуты будет все только тяжелее. Баунтихантер на миде вышел. Да. Там на Алло, на самом деле, нападение его подняли. Кликнезис и Форум. Разгоняется. Идет на мид. Разгон на риталюшн в данном случае. Это прошу подальше пробежать. Обычки, сейчас на эфиру достанется по голове. Ну, просто разгоняется, если ничего не грозит. Разгоняется по хп, обмен любезностями. Но если развернется, то там через 3 секунды откат будет. У Empire 4 Sentry. И они, по-моему, делают то же самое, что и Vega. Ошибку они не разбанивают. Все кэмп, они просто стоят на линии. Хотя тут так и так ничего не сделали этому аппаратрому. Особенно, когда его нет на линии. А, они не банят. Варт не забанил резкость. Все хорошо. А он просто здесь, походу, для Вижена, чтобы понимать, где что ребята ходят. Либо же была ошибка. У Дуба, у тебя проблемы, это будет первая кровь. Умирает. Для резолюшного. Ну, он должен бы продумать этот момент. Барти Хантер, ему здесь вообще ничего делать априори. То есть он мог бы там хвоста гонять с Баратрумом, да, в конце концов. У тебя там у него 15-секундный КД на инвиз, если ты выходишь на вайпера. Он на вайпера просто ничего не сделает. Даже если бы у него еще стан, как у Свойна был, он бы все равно там таким же был бесполезным. Максим курочку потыкать, где-нибудь походить, но и куру при этом грамотно контролируют имперсы. Сев проседает, покрепляемый, ему никто ничего не стакает. Да, резоль, кстати, себе уже хедресочку принес, понимаешь? Да, да, я понимаю. Легенькая. И Magic Wand. Да. Оров в лесу, пытается просто эксплуатировать. Пойдет стакать. Баунти Хантер в лес, поняв всю свою бесполезность. Ну да, хоть что-то будет делать. Опять же, Рома еще баунти Хантер, который хоть как-то пытается к этому пользу своей команде перенести. Варатрую, по-моему, цепляют, может быть, убьют. Нет, ну, с одной стороны, да, ну, у Хвостинского Rocket Barrage он разбегается, у него там и скиллы были, и все, все хорошо. Ну, это все равно хорошо, он сейчас... Хвост теряет крипов, хотя даже так у него больше всех, как-то фанник Акаши там, я не знаю, чем им помешало. А, много крипов на нее идет, я думал, ну, как он так, стоит на фрифарме и крипов так мало. Миди встревает SF, может быть, нет, еще... Может, еще бьется? Просто плевок раз, плевок два, просто пытается то ли набайтить Resolution, то ли еще что-то отпиваться с бутылки. Я не знаю, но он так сейчас добайтится. Да, он добайтится, разумеется. Если бы Resolution еще Maxill Nether Toxin, то вообще там... Ну и, скорее всего, просто Q, знаешь, что щупает? Щупает, есть ли дазл рядом или нет, будет ли какой-то вход, будет ли в него Poison Touch и так далее, потому что если что-то отпит, у него бутылка имеется, но... Да, дазл без Poison Touch, это хорошо. Так, хаста, хаста кому достанется, да. Да, дянь, я думаю, до момента, когда вайпер дойдет, чтобы время создать... О, у вайпер проблемы. Туда бежит варатрум, а ему сбил чардж Рубик. Да. Там руна инвиза, между прочим. Вторая руна, да. А хаст? Хаст у Баунти Хантера. Хаст у Баунти Хантера, да. Инвиза остается SF. Я думаю, что... А, вот вайпер уже страхует, просто я думаю, что он видит, сейчас будет выход от MVP. Вайпер стал каленый. SF of Invisi, чардж на миде, куда? Куда, наверх, чардж. На руну, а. Да, на фанника, который разбирает райз в эти временем. Ну, я думаю, что фанника уже не отбросит. А в Малетикшен. Четыре героя. Но ему это все равно, как деньги, опыт. Да. Второй фраг, Коммуни Тим Эмпайр, и, соответственно, первый для команды MVP Phoenix. Смотрим на Файдрика, подстаемся в курсе всего, что происходит у нас на карте. Далее. Внизу у нас Хвостецкий, у которого 27 крипов за 5 минут. У него все хорошо, денежки имеются. Клопа не сильно отстает, кстати, он набирает обороты, потихоньку подформирует и несет себе что-нибудь по... Понятно. Клопа просто стоит. То есть там пока никакого экшена не будет, сейчас Miss Action будет на миде. Вопрос, сколько раз он врет SF, или сколько раз будет вообще пытаться, каждая команда, убить чужого мидера. Не, у имперцев есть дазл. Дазл хоть сейчас без ТП, но он ходит вокруг до околами. Вайпер вообще с пассивками, со всем вот этим... Так пассивочка на двойку уже вкачана, как бы. Я про короче. Но это просто так, чтобы прибежать, опыт получать. Я думаю, что пока экшена не намечается, единственное, только если какие-то ошибки. Я жду шестой уровень ЭТМП и выхода... Курица не апнутая, с бутылкой бегает у MVP, сбегала по топрульни, сейчас побежала обратно. На шестой минуте, в 2015 году. Сейчас она пробежит по Варду Паника. У них что, денег нет? Нет. Лишь доктора? Нету баунти... Она... Ну все, там без разницы, в принципе. Нормально будет Куру. Да. Замечательно. SF в миде стоит, тусуется. Клопа пешком на шестой минуте. Ну, нет у них столько фрагов, как Форзильвеги в первой игре. Ладно. И Фореф, которого четвертый уровень, кстати, на самом деле проигрывает... Но проигрывает ли он Фаннику? По опыту мы Фаника забыли уже давно. Фанник тоже четвертого левела. Фанник один раз умирал, один раз убивал. Ну, в принципе, у него пока что все более-менее нормально и нормально складывается. Хотя убил он. Роны пропали с ней агрессивные. Да. Баунти и иллюзии. Иллюзии, да. Так что, опять, экшн не намечается. Типа есть такая тема, что баунти всегда попадается. Очень много вроде как нас так или в лесу имперцев. И главу промахивается кулдауном. Чуть-чуть не подрассчитали тайминг выхода Рубика. И я не понимаю, там был фейтбол, кстати, между прочим, телегназиса не было. Да-да, ну как-то не подрассчитали раньше. Он летнулся. Он через крипов давал фейтбол, соответственно, дальше. По-моему, мвп готовит выход на топ. Там уже два героя и баунти хантер за дня. Ушли, ушли. Все-таки там коди, тп с Греймом. Вот это вот все авантюрное решение. Разумеется, плюс еще, соответственно, эти батарейки, которые еще подстанет. Раз там было. Сколько раз делала, что называется. Так, что у нас с СФ и МСФ? Кайлами пытается выфармивать то, что было на стакане ему в лесах, подстакивать себе еще. Ну и, в принципе, как-то за счет этого пытаться выживать, набирать себе крипов. Потому что крипов у него вообще нет. То есть 31 крип за счет того, что он еще 2 кайла в лесу. Ну, а СФ такой герой, который разгонится, ему главное не умирать. Да. Баунти Хантер на миде получает. Но у Резоли все очень хорошо. Прекрасно абсолютно. В принципе, как у хвоста. Капа непонятно, где она успела. В топе нападения на фанника, но там ничего не будет. Так, хвост где-то кидал кулдаун, а он... Да, он просто в крипов. Он оставил Рубику. Уфармить. Ой, фанику-то! Ой, 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 ой. Соник Вейд под тавер, да. Прекрасно. Вопрос. Капа застряла, у нее... Она не хватает маны на блинг. Скорее всего, это соло-фраг для Ноуфира. И плюс, посмотрим, сколько там. Но уровень, как минимум. Да. Ровно уровень. Это... Невезение. Да. Теперь они внизу, посетского приняли. Бх, соответственно, бх. Маунти Хантер, да. Нашел его в ресторан, фармящего стакет. Более того, откинулся он уже по кулдауном. Крипов, поэтому... Дам дальше ничего не было. Дальше раз чардж, чардж на Рубика. Что будет делать у нас Алоха? Алоха будет молиться на то, чтобы не прокола больше башей. Откидывает форова, и форова будет сюда уходить. Потому что дальше больше там ловить нечего. А суть ему ничего там не угрожает. Только если 10 пашей подряд. Реген... Такое бывает. У нас есть 15%, псевдорандом. Все дела. Реген для QO. Наверху есть фаник. Мне... Выход на Ноуфира снизу. Интересно, когда у него будет... Ой, на Алоха. Да, на Алоха. И параду с мультимейтом. Кьюх. Сюда еще перетянулся к вопа, но... 3-4 в пользу MVP. И на самом деле, мне вот интересно, знаешь что? Как они будут играть 5 на 5, когда... MVP в читерном внизу собрались. Да. Как они будут играть 5 на 5, когда фаник еще не способен исполнять. А сейчас не будет никого 5 на 5. Сейчас на самом деле это все... О, сбил реген пушка SF. Неприятно. Я думаю, что скорее всего будут дать пушку. Будут доехать. Куда деваться? ТП вниз. Нету Соник Вейва. Нету Соник Вейва. Да, Соник Вейва еще 50 секунд. Все верно. Хвост. Просто пока что пытается подразделять по MP. Я думаю, что MVP отойдут без Соник Вейва. Да. Просто стянули команду Empire. Им здесь ловить абсолютно нечего. Тем более, что... Ну, бы хоро будет просто искать. Сейчас начнется экшен. Наконец-то. Хукшот имеется. Имеется ТП. И он может залетать куда угодно, на самом деле. И вытворять что угодно. Единственное, что... Как фиксировать в Квапу в случае чего? Нет, окей. Есть Рубик. Есть, соответственно, хукшотики и так далее, и так далее. Ладно. Фаника. Но Квапа это не Эмберс Филит. Ее из станы можно не выпадать. У Мекки... До Мекки 400 голды у Резолюшина. После этого его будет вообще не взять. Ну, Квапа такой герой. Ее как-то после блинка ловишь через хукшот или что. Просто там Рубики, Вайперы. Ну, очень много неприятного, на самом деле. Она здесь не самая страшная. Вышел бы сейчас на мид куда-нибудь фаник или еще что-нибудь еще похожее сделал бы. Сэф будет делать несколько интересных или нет? Потому что им нужны ранние файты под треками. Какие-то деньги зарабатывать. Сэфа, Аквила и ПТ-шка готовятся, так понимаю. Поэтому Мекка еще... До Мекки еще далеко, как до Китая. И скорее... ТП наверх. Квапа собирается вместе со всеми остальными ребятами из МВП. Стараться. Сделать больно фанику. Фаник это понимает. Чуйка работает. Шестой? Нужен весь доктор. У него пол шестого. У него половина шестого. Вард, кстати, смотри, какой вард еще раз. Там ВИП находится у нас здесь. То есть он видит абсолютно все подходы сюда. Вот. Вот они в спину заходят. Будет выход. Да, будет выход на фаника. Фаник только что потратил Коги. Нет, Коги опять появились. Он слышал звук инвиза. Сто процентов. Ну, скорее всего, не уйдет. Касочки полетели. И там. И, господи, он провейстил. Он провейстил кукшот просто там, да. Кукшот убили. Понятное дело, просто через контроль от Рубика. Типа, и на здесь плюс Рокет Баража. Но там уже не ответили здесь. Фаник перед смертью просто нажал кукшот. Он через 13 секунд будет на линии. Да, он выйдет. Ну, 50 секунд без него. В миде никто с вайпером не стоит. Соответственно, там помощь не нужна. О, вайпер завтра не убивает соло баунтихантера на миде. Мелочи, приятно. Срзадешка и как бы... Теряют тавер внизу. Мвп. Вопрос, будут ли дефить? Вряд ли не будут дефить, хотя на залеги. Срзадеш телепортом, ввдс телепортом. Шестой лево. Баратрум уже побежал. Глифа нет. Все, он не успеет никак. На Т2 кто-то прилетел. Клопа. Плопа, сразу два телепорта. Еще два телепорта. Вот этот с ним хроник. Так, проблема у Хвостецкого. Его будут первым покучить. Нажимайте сроки Баратрум. Тоже малейтик. Все по нему и сониквы. Ой, вот и у Баратрума два их заберут. Да. Хороший выход. Ты видел, мне казалось, что пушка уже умерла. И как бы туда некуда лететь. Они успели телепортнуться. Последнюю секунду, да, сразу два телепорта. Нажать 2 ТП. Вернуться и, соответственно, грамотно. Во-первых, Хвост попался просто под горячую руку Баратрума. Когда он пробежал, подстанил. Далее, соответственно, грамотный контроль. Вот за что я люблю НПМП на самом деле смотреть. То, что они всегда грамотно фокусят. Да, то есть говорят так. Всегда или сегодня? Ну, нет. Вот вчера у них было такое, что они реально грамотный фокус делали. На месте Империи, на самом деле, надо сейчас как-то сложить, ну, вот начально вот этот триллер-гейм вокруг Вайпера с Мека. И пойти самим попробовать забрать какие-то ТВР, а пока нет Фанника. Так, хукшот в Кио, ставится к Коге, тут же батарейки от Фанника, и поехало, жара. Если убьет. И убивает. Просто потому что есть форев, и надо было рассчитывать свой демэдж, понимая, что прекрасно, что... Ну, на самом деле, тут немножечко зависит от везения, когда ты один между двумя героями, это в кого пару раз ракетка лишним стрельнет, но... И вместо того, чтобы получить нереальный буст... Вот, дофанал стаки. Вместо того, чтобы получить нереальный буст, он еще кинул СФ на Мекку как раз не хватало. Вайпер в инвизи, пойдет в чужой лес, скорее всего, заберет Вич-доктора. Ой, его даст, есть, всего лишь один даст, имеется, да, вот он Вич-доктор, который сейчас прямо получит... Здесь много имперцев, на самом деле, если будут пытаться помочь, оно тут без вариантов. Два телепорта, но это все лишнее, я думаю. Пытается бороться, но там без шансов. Да, да, и разбег, разбег на Новофира. У Новофира будет, понимаете, тут же Мека уже возникнет. Мепись с Меккой, Мепись с Меккой. И Империя тоже с Меккой. СФ зажал Мекку на Баунти Хантера. Чем более, Хвостецкий получает на этот страйк в лицо, но успеет ли его бить? Братру убил Хвоста и еще пытается забрать Вайпер, он под треком, вряд ли уйдет. Еще один трекилл для Мепи, дальше. Чардж, под треком. Опачки, красава. Украл Чардж, убежал под треком, мог бы отдать много денег. Клопа, тем временем, еще добила Дазла. Так, через три секунды у Фаника будет еще Коги. Нет, они делают ТПАУ. Он на топ-чардж. В итоге, MVP... Сейчас хватит манна, телепортка, если уйдет. Ой, ты господи, ты боже мой. Он знает, как работают с пылы. Да. Кто-то не читает там же члендж-логи, в жизни так не сделает. Так что, красава. Ну, это куча киллов под треками. Fight Recap, там, только за последнюю... Fight Recap за последнюю драку, да, давай просто откроем общую картину. Больше трех тысяч преимущества в MVP. Для 13 минуты это нормально. Это преимущество, да. Это преимущество, как его называется. В миде нападают на СССР, скорее всего, заберут героя Коги. Но СССР сам по себе еще и фанику дашь по щам, сзади Клопа, Соник Вейвов, залетает. Как же, не знаю, просто Харгей, хорошо, что не Баунти Хантера. Сейчас бы 3000 превратилось в 7. Резалю, файпер не уйдет никуда. Есть Грейв, вот так, может, и уйдет. Но минус ВД, как минимум, да. Дальше придат на этом и забирать. Он только что потратил Грейв, а тут двое. Вот, и вот, и старчики поехали. Стасков в шпиках. Красава, красава. Три секунды до хитла, две, одна, сгорит для турны. Опа, и живет парниша-то! И еще один килл от команды Team Empire. Оуфир порешал. Вообще порешал. Залечил до смерти. Знаешь, у него, он стоит, он прям понимает, знаешь, такое... Две 500 отбили за эту драку. Оуфир отбил. Да, вообще, calculated, просто у него есть 12 ста, а в стиках, он понимает, что сейчас у него будут тратить скиллы, они еще... Ну, повезло. Окей, повезло, у него вот она немножко-то горела. Секунды не хватило. Я думаю, что это ошибка Акаши, потому что она убегала от одного Дазла. В тот момент, когда там, ну, потом развернулась Датскрим, у него откуда у нас еще один хил. Вопрос, от чего будет воровать Алоха, кстати, сорян. Вот, смотри, рейзы. Треки, я думаю, самое главное. Рейзы. Здесь треки и блин Акаши, единственные нормальные сплы, которые можно воровать. Ну, может быть, что там у Вич-доктора, когда он кастует палку, палку легко можно воровать. Дубу ходит вокруг да около, снимает ворды, которые были у имперцев. В принципе, если мы сейчас по карте Вижена откроем, посмотрим, что там есть. Хороший Вижен у МВП. МВП отличный Вижен. На самом деле, Вижен примерно синхронный, по одному ворду в чужом лесу и постоянная битва за Сентр. Но при всем при этом, сколько, смотри, видит вард МВП, который находится в вражеском лесу, и сколько видит ворды империи, которые нет. На МИД, Баратрума, Инстасмок, пошли в чужой лес, могли бы банку СФУ забудить, но что-то забыли, как это делается. Но здесь максимум выйдут на Хвостецкого, и то хвост далеко. Они выйдут, я думаю, что Алоха встрянет первым. Да, Алоха встрянет первым, либо же нет, вард есть, хвоста видно. Тут МВП вопрос, насколько они агрессивны, полезут они под тавер или нет сейчас. Нету Сониквейва, еще 25 секунд. Ну, что у нас происходит, давайте смотреть. Может, будут резать куру? Нет, куру нет. Нет, куру не будут резать, будут резать куру, алоху. Как бы это ни было ошибкой. Рейзы, которые мимо пропадают, у Алохи прогресса здоровья, он кидает на Грейв. Да, это Слав Таит. Ой-ой-ой, какой кулдаун. Фаник двоих хокки зажимает, кинет в драке. И не справится здесь никак, Вайпер и Даззл, все-таки, на такой стадии, ну, гораздо сильнее, вот так. Заходить без Сониквейва, был бы Сониквейв, был бы по-другому. Но 3 в 2, более того, успели имперсию, как бы, за, простите, за Фанико и за Рубико, отдать, забрать троих, забрать, Акаша отдалась за Гирокоптера, просто убьет ли Баунтихантер Даззл. Нет, забоялся тоже. Он под Дастами, ну, уйдет, уйдет. 3 в 4 получилось, в пользу Империи, но там треки. Но все равно, по XP это, как бы, не повлияет. Смотрим на общую картину графика, в 2000 преимущество MVP, то есть, отыгрывать то, что было, и мы, Пэшик, Империя, довольно-таки легко. И XP почти нулевая, абсолютно. Смотрим на айтемы, понимаем, что там происходит, так, файты и каплик, понятно. Из того, что обновилось, можем найти появление у хвоста Сэндж, да? Да, я думаю, там уже почти готовый артефакт. И, кстати, Гирокоптер так-то здесь очень много будет делать в драках, потому что там контроля особо нету, только Баратрун на него. Ну, по идее, в драке, и с артефактами он может все разваливать. Да, Санч Яшка у Гирчи. Ну, что ж. Вайпер что-то приобрел Яшу. Вайпер Яшка, да. Баратрун делать Блэдмейл, либо Медальку. Блэдмейл, я думаю. Все-таки, конечно, что ему еще делать. Толфир сейчас на него будет выход в первую очередь, потому что он даже... MVP пытается дожать Тавер Памиду, SF без душ, но есть Соник Вейв сейчас. Ну, Эмперия готова, я думаю, что второй раз они не полезут под Тавер, что разбегутся по карте, просто стянули пятерых. Они прекрасно видят, у них парт за Тавер сдает. Просто разбежались по карте. Да, и смотри, как опять грамотно работает Дуба. Его сейчас спалили. Его Вардецкий, то, что там делал, тоже спалит. Спалили. Будет ли свет сейчас? Нужно светить. Фукшот. Это фукшот был вслепую. Может быть, его краешком Сентрика зацепило, который стоит на миде. Да, и Фаник просто на опыте уже сработал. Да, нужны Сентрики, Сентрики, по Дубу и всё. Всё, по Дубу ему. По Дубу. Дуба дал? Да, дали Дубу. На Азубу. На Азубу. Вич Доктора всё очень хорошо, на самом деле. У него там вроде как... Агоним намечается, знаешь, да. Ну, то есть... А, 0,4,10. Ну, на самом деле, это для него... В его случае неплохо, потому что это всё треки. Это всё денюшки, денюшки. Треки. Да, вот Империя, наконец-то, ну, начала играть от того, что они реально вместе сильнее. Тусуются возле Вайпера. На Вайпера никак не напасть. Блейдмелло в Анатрон появляется. Дайвить на эсэфа не буду, просто заберу по тихому вышечку. А теперь можно, кстати, эсэфа потрогать. Чардж в мид. Квопа поднеслась и арчит. Скорее всего, будут нападать. Он нападает на резолюцию, на первую очередь надо ставить туда. Но как работает Алоха Дэнс? Он поднимается, соответственно, не даёт ему сделать эндерсайк. И жаль, что он в шею ещё сдаюзал. Меху вроде как живёт. Убивают, убивают. Ой, и богами оттопнует, Тайланд. Нет, ну, там уже и квопа есть. Всё, на эфир уходит. Ну, я думаю, что... А что с поразменом? Два-два пока. Два-два пока, но ещё и хвоста, но фаник. Скорее всего, заберут ещё и хвоста, и скорее всего, заберут ещё и фаник. И всё это под треками. Добрый вечер. Да. Их вот, трекил. Всё. Это три полки. Всё это под треками. Сейчас в Fight Recap там всё написано будет. Плюс тавер. Не всё, да, не всё. Тавер в центре, 24 хп, никто не видит. Риф-3? Паб-баб-бл, всё, видим. Две тысячи разницы. А, нет, в тысячу в плюс примерно, ушли они. Да. Тавер в миде кто-то видит, интересно? 24 хп. Всё ещё. Квопа, по ходу охоте, то есть, на тех, кто будет динаиде, тавер, и под треком ещё и алоха. Алоха, давай, приплыл. Даже тавер динаиде не пытался, он, по ходу, вообще по своим делам летел. Паратурн чардж топ, это просто фармить, просто тавера дефить. Ну, вообще, у MVP всё хорошо. Знаешь, вот на самом деле, да, смотрим на бабло, вроде бы такой развальный, развальный драки происходит, а в итоге у нас всё, что есть по Нетворсу в среднем, оно как бы между этими, между двумя тысячами, тремя тысячами, за пятёру ещё ни разу не заходило. Ну, сейчас 33 кличные. Это зависит уже от ошибок. На самом деле, вот они сейчас неожиданно менялся, фокусили вайпера, и если бы они убивали других героев, они бы убили их гораздо быстрее. Он поражал Мекку там, вытанковал там, в него об него убил. Плюс ещё Фаник, Фаник с Когами, который его толкнул, да. И смотри, кстати, Нетворс, 10к у Акаши, 9к у Ризоля, рядом есть ИСФ, в которых собирается и БКБшку, в первую очередь. На самом деле, вот по Нетворсам так посмотришь, и реально там из шести героев четыре MVP-шных впереди, а по графикам это не особо отобрал. Хотя, ну, вот сейчас уже поползли вниз, четыре тысячи золота они ведут, но это на такой минуте вообще не преимущество. Да, в двадцать первую минуту матча. Вейер, вроде, всё-таки играет против MVP, потому что Баунти Хантер, Баратрум, они в драках сильнее не станут. Дуба, будет ли убивать Алоха Дэнса, он не сможет это сделать, по-моему, в Сареново, но хотя есть Баратрум. Там есть рядом Фаник, и там подходит ещё Ризоль. Но Алоха никак не уйдёт, конечно. Да, но пытаются забить. Поэтому Фаник нападает, соответственно, на Вичдоксера. БМ на БМ, БМ погоняет, вот Мекка от MVP, и Фаник тоже приехал домой. Ещё нет, но... Ну, всё уже, в процессе. Догоняет Фаник, и я думаю, что ещё продолжится драка, выходит хвост от Вичдоксера. Какие Коги просто, какой красавчик этот Фаник. Пытается раздать, но MVP как-то, как будто у них жизнь бесконечная. На место. Тут уже на мужика. Банк летает туда-обратно. Всё это подстреками. И один, два, три, четырёх забирают корейцы. Ризоль добьёт СФ, Ризоль добьёт Баунти Хантера. А, вот теперь у него не оказалось Даст. Скорее всего, погонят. Избивает. Не сбивает, не может подумать. Избивает, не в КД. У него КД надо всё это делать. И чё-то сегодня какой-то корейский день. Две пятьсот голды и четыре икспы, да. Ну, пятёрочка. Трамвай пятёрочка, сейчас надо обновиться. Всё будет хорошо. Сейчас ребята закопятся и будут провоцировать драку на Рашан. Смотри, такая тема. Они у нас с Рашаном убивали хоть раз? Да. Хоть кто-то сегодня. Ни разу. Ну, в смысле, за этот матч. Ну, конечно, нет. Не убивали. Тут потому, что за 20 минут почти 50 фрагов. Да. Тут нет времени. У нас нет времени. Вот у комплекса было время, а они пошли сегодня до крипов убили. Да. Ну, они сейчас пойдут. Им надо потратить свои деньги, которые они выиграли за последние драки, что они ничего не потеряли. Адисф купит БКБ, Акаша уже с БКБ. И это проблемка. Проблемка. Теперь клокверк выключается в драке, гирокоптер выключается. Хорошо, подожди. А есть такой вариант, смотри, что импер сейчас могут пойти и сделать что-то из серии. И у нас был тактикал фит. То есть у Акаши нифиговый стрик такой, 10-3, да, со всем этим делом. У кого еще тут стрики есть? Я могу сказать так, что один килл под треком, если там все ассистят, то это гораздо больше, чем они заберут за один год лайк. Да. При этом, так, стоп. Стряньк ли ВД у нас? Потому что там уже трое имперцев. Воруй Хосу, воруй Хосу, воруй Хосу, воруй и беги. Куда? Я телекинезер. Просто у коротких выбросов долгий путь в обход до Хосы. Будет ли империя бить Рошана? На самом деле, они убивают его очень медленно. Да, ну там есть лоркест, как бы от Даззла. Это да. Да, и будет делать это. Александр Юрьевич приходит нажимать рокетбарридж и пошло. Идут ли MVP? Ждоктор не такой. Ну, хотя бы... Глуба у техната купил седаги. Так, вот у нас, как раз-таки, бхак, это сейчас... Я думаю, что они не придут, а если придут, то пожалеют. Хотя там БКБ нахватит, но нет. Рошан точно уже падает. Забирает гирокоптер, который... Который будет для себя сейчас... Фаник залетает, отлично. Удобно проблем с здоровьем. БКБ. Да. Что, не пыль, найдет отличный. Хвост. Хвост умирает это всего лишь. Я думаю, что здесь с эльфаер просто развалят. С кабинами надо бежать, а то с треками надо даю денег. Еще трек сзади хвоста надо дать. Крек, хвоста дай. Ладно, не хочешь, не давай. Хвост уже ушел оттуда, живой, здоровый. Они еще будут гнать, это же... Их уже три... Они уже три игры кого-то гонят. Ну и мог заходить, сейчас паник. Не отпустил, да? Тоже не отпустил. Добавкил для Форева, и в итоге... Это что-то... Форева устраивает Форева. Это что-то тут вообще без размена. Четыре в ноль и Аегис. Аегис пять в ноль получается у вас. Ну, если Аегис возьмем за... Еще две тысячи. Нетворсы... Ну, сейчас обновлятся графики. Я думаю, что к Семёре все это приблизится. Еще слева нападение. Господи, ты, боже мой. Александр Юрьевич. Попал, прыгает. Еще вайпер подстревает его в них четверо. Десват под треком. Давай станчик, вот и он. Чардж, поехали. Ноу-фир, отличный грейп. Урна есть. Вызи вылечит ли ноу-фир? Резоль 9. Ну, там, еще мега было. Дальше продолжаются какие-то замесы. По-моему, Алоха ошибается. Очередной. Алоха в этой игре просто... Алоха. 1-9. Все это под треками. Так, надо страйк. Еще один. Все, еще один минус 3. И Фанник влетает с фукшотой. Дальше проблем будет у форова. И он делает даблкил в итоге, Фанник. Ну, опять же. Ребята загуляли, но они наубивали под треком, забрали Т2, и Фанник там еще и ракеткой Баунти Хантера подстрелил. То есть, драка плюс для MVP и плюс для Фанника. А что творят эти азиатные, слушай? Да. Они, походу, метят на... Ну, в Москву хотят. Так, они... И разве еще не в Москве? Ну, у них были проблемы. Они же первые игровые дни. Они сначала имперцам проиграли. Как они могли? Они с ними не играли. Ну, не суть. Нет, имперцы не проигрывали. Я имею в виду... Нету ни у кого столько очков, сколько у MVP после победы 2-0 надвигать. Так что они уже точно в Москве. Значит, хотят в Москву поуверенней. Более того, знаешь же, да, что у нас, получается, те, кто занимает первое и второе место... Пользовой фонд они хотят разобрать. Во-первых, призовой фонд. Во-вторых, те, кто занимает первое и второе место по результатам нашего сегодняшнего Лана, который в Вильнисе находится, они же себе там, по-моему, оппонента выбирать будут. Первое место выбирает между вторым и третьим. Да. Вот такая история. Да. То есть, соответственно, оставшиеся уже играют между собой. Как между собой? Там же будет еще команды, правильно же? Ну, это у нас секретик. Ладно, разберемся. Смоки от империи будут пытаться как-то свое преимущество, которое было потеряно, вернуть каким-то образом. Разумеется, мне кажется, что империя в шоке. Империя в шоке. Но сейчас будет баха цеплять или не будут, потому что вижу на него нет. Туда стягивается вся империя. Вот как бы это сейчас... Вот Акаша чуть-чуть не спалил. Акаша вон визит, да? Медведь идет вместе с империей. Да, почему бы нет? Сейчас посмотрим, как он будет жарить. Нападают... Кукашот? Так, 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 так. Хвости, отскейп, пошел кулдаун. Пошел, пошел? Нет, не пошел. Вот он фаник, вот он фаник, который забирает фокошки его. Да, стягулдаун довольно-таки неплохой. Есть вич-доктор, вич-доктор мертвый. Каша пришла в пилу и поубивала всех. Парни, но пока 3 в 2... Паник, фаник, фаник не добил. В итоге все разбегаются, а вопрос у него фаника. Баратром! И далек. Не далек. 3 в 2, и все это с треками. Медведь тоже погибает. Главное, и медведь. Да, к сожалению, дверь погибает. Получается 4 в 2. Господи, ты боже мой. Это плохо. Графики уже за десяточку. Графики, я их боюсь открывать. Слушай, вот, десяточка... Давайте это будет сюрприз, давайте потом скажем. Давай, давай. Я все спалил. Десяточка уже. БКБ уже у бары. Давай открываем айт, и мы смотрим, что у ребят в карманах. И это просто забей. 3 БКБ, вич-доктор агоним через тысячу золота. О май гадабл. Блинк, Форстав, Володя. Володя тоже там. Володя тоже там. Десять тысячу баунтихантер на 27-й минуте. Но... Нашли свою игру, ребята. Корейцев, от корейцев никто этого не ожидал. Носа корейцев. Это же две команды в одной. Да, это, соответственно, HotSix и... И Феникс. Причем без... Причем больше от той команды, которая не прошла на интернешнл, чем от, соответственно, тех, кто в топ-8 был. Там нету ни Марча, ни Фэби, никого. Причем при этом, слушай. Мне кажется, на самом деле, что корейцы держали какую-то вот... Свою игру до последнего. То есть, знаешь, в серии мы в одном дне там можем сыграть один-один, там в другом дне... Мне кажется, они просто по ходу турнира раздуплились, как все играют. Ну, да, тоже прочухали, как бы адаптировались. Они приехали с чем-то своим, им там с лавдарами нападали на головы, с тинниками. Думали, ага, давайте сами нападать. Да. Пять минут до Рошана, максимальный, по-моему, таймер. А у нас небольшая. Ссори, говорит. Бескликнул, что ли? Смотри, какие лайнварды у MVP. Да, да, да. И вообще найти еще как бы надо, то есть это вообще нестандартные точки. Очень агрессивно. Очень агрессивно. Чтоб заранее знать, куда стягиваться. Пусть он и вся поверил в чат что-то. А что у нас по-моему, что-нибудь написать? Все, они готовы. Акаратрум ждет все цели. Огонюбись, доктор, не такая вещь, чтобы ее всей команды ждать. СФСИЯ через 6 соток. Клопа вообще... Хватецкий, где твоя БКБ-шка, господи, господи, господи. Попычи из тысячи золотых и раз умирает Кура. Да. В ней был 1850. Это, наверное, Талисман Инфавейшн какой-то? А, 1800. И Кларити сверху. Непонятно, короче, что там умерла. Но можно посмотреть, кому не доехало. И Кларити 2 сверху. Так, Фаник. Вот, блин, VP видит все. Сейчас я открою карту, просто внимание на мини-карту. Я открываю, просто смотрю, с точки зрения империи. С точки зрения VP, как они видят все подходы, все заходы. Все абсолютно на хвоста идет. Чарджбара разбегается. Кулдаун под себя. А он думал, что там Баунти Хантер, что все меня нашли. Баратрум в соло разваливает. Так понимаешь, он Рокетберс разрядил куда? Куда? В Блэйд Мэйл. Александр Юрьевич, до свидания. Хорошо, что он кулдаун не разрядил в Блэйд Мэйл. Хорошо, что он им промазал, так сказать. Он знал, что он попадет в Блэйд Мэйл. Двадцать девятая минута матча, да, Саша ходит под себя. Саша заходил под себя только что. Десять тысяч там, десять тысяч здесь. И господи, коже мой, что происходит? Очень сложно будет вообще с героями империи как-то перевернуть. Они, да, да, они сильные там на хайграунде, если гирокоптер там еще прикупит артефактов. Но сплит-пуша никакого, их просто Квапас и Сефа могут зажать на базе, перефармить, переубивать. Я думаю, что MVP вообще на хайграунд скоро пойдет. Кираса есть уже? Кираса есть у Квапы, да. Есть Кираса, БКБшка, БКБшка у Сефа, БКБшка у Спирит Брейкера. Десят, уже 100-ка до Аганима. Я думаю, что пойдут хайграунд, ну, Рошана и хайграунд. Да. Рошана, Рошан 3 минутки где-то. Меньше. Фаник. Вич-доктор Аганим добил. Господи, ты боже мой, Вич-доктор с Аганимом. Алоха, я не видел, по-моему, ни разу, чтобы Алоха... Алоха плохо. Алоха плохо. Воровал, не воровал. Воровал, не воровал. Воровал, не воровал. А зоне бывало. Алоха 1.10 на самом деле напоминает Алоху с International, только там он был Bounty Hunter, там тоже был Реверент. Видимо, он опять нашел свою игру. Но он типа играет обычно, знаешь, первую карту, если у него там... Он саппортит, если его команда не может, потом... То он на керри. Да, то он потом на керри. Потом на керри он берет Рубика, он начинает стелить все, что можно. 7-1 там, ла-ла-ла, у него и там и блинки, и не блинки. И он на Рубике просто разваливает кабину направо и налево. Смог от MVP и тут по миду. Сейчас прям в лоб-лоб. Да, прям в лоб-лоб. И так, смотрим. Абанима в лоб реально вышел. Под треком ССС за два удара заберет Алоха. Алоха плохо. Дальше Коги. Паник играет хорошо. Да. На него там Солар Крест. Что, кого? Кулдаун? Кулдаун не попадает вообще ни по кому. Ну там, на дорогу. Ну да. Кукшот, кусь, смертью. Аганимная палочка там. Пин-пин-пин-пин-пин. Пин-пин-пин. Отпустит паратрума. Все уйдут. Два в ноль под треками. Да, Байбека нету паника. Байбек есть только у Резолюшена. Знаешь топовую шутку про казахскую семью, да? Не знаю шутку казахов. Нашу семьи. Знаешь, типа, что казахская семья так сильно любила то, что назвала своего сына Байбек? Неважно. Не смешно? Не смешно? Вчера тебе было смешно. Забей. СФ. Треха. Будет какой-то, я думаю, бутерфляй сразу или скадет. Но тут уже, на самом деле, очень тяжело импереть. Что-то, что это, что называется? Графики пятнаха. Ждут Рошана и пойдут уже... Ну, я не знаю, что делать тут империи, на самом деле. Вот они заняли позицию на хайграунде и сами тоже, на самом деле. О, у Вайпера Кираса появился, на самом деле. Ну, 7-3-11 у Вайпера. Один всех отрабатывает. Но его просто игнорят, либо набрасывают за так что-то. Парик пытается оформить себе, на самом деле, Аганим. Но я вот смотрю на него, да? Аганим, окей. Тебя за один хукшот забирают. У тебя сколько, получается, с Аганимов откат? Получить 12 секунд, правильно? Тебя с чем угодно заберут. Там Кираса и миллион дэмэджа уже, и куча физы. 30 секунд дорожка. Как-никак, по-мобильней, там, водить может. Господи, ты, боже мой. Как же мне, на самом деле, жалко имперцев. Нет, есть, есть шансы. Сейчас хвостом через 200 галды БКБ. Если еще вайпер, ну, какими-нибудь там, судьбами доформит какой-нибудь МКБшечку, то он уже, как бы, сможет вкуривать. Баратрум, наверное, алебарду делает. Сияет и будет какое-то уже издевательство. Резолюшн выходит, очень смело выходит. Задей, господи, баунтихантер. Что у нас, что с баррой? Где он бегает? Поймают, вот, да? У него есть БКБ, на самом деле, но чат же нет. Он даже решил не прожимать. Да, Малоха на него чат прожал, ты понимаешь? Плохо-неплохо. Плохо-неплохо, да. Рошан появился. Ну, сейчас будет. Сейчас будет рака за Рошана и имперцы. Кстати, может, они пингуют, они пингуют по СФ, который в инвизе, видимо, знали, что он взял инвиз, сейчас начнут тыкать. Синие варды. А, кем, кем у паника? Да. Плитпушит аркашевский раз и слева. Справа заходит у нас СФ, который у нас в инвизе. Ребята не знают, они их... Ой, сейчас как империя, СФ-1 в 5, РБ, бац, бац, бац. Ничего не бац. А Лоху хочет щелкнуть. Ну, СФ довольно кривовато все сделал. Справа вдвоем пытаются убить Ноуфира, Ноуфир улетает. Ноуфир, да? Ускоро-непоника. Да, фанника вряд ли отпустят, потому что он под треком. Опачки, Алоха, неплохо, а то он входит в ВАПА. Неплохо, подлетает, помогает. Еще и кем валяется. Отдают кем, не знаю, где в эту сторону или Рошана. Я думаю, что пойдут в сторону. Пойдут в сторону? А что? Купочки на авторитете, вайпер, пошел разбираться. Скусят СФ. Кулдаун довольно неплохо, просто проблем будет у ВХ с здоровьем. Вот так, хлопать 2 секунды, уйдет. Уйдет, но, видимо, надо было идти на Рошана. Что ты скажешь? Надо было идти на Рошана, но с другой стороны. Есть Хвастецкий, который мог бы, опять же, также разрядить нормально-таки кулдаун. 3-300 вароша, 5-ти, и все, много дали. Ну, дали много, но и что с ними, 3-300 может сделать. Трактор купить. Хотя 700 долларов и всего дали. По факту... Резоль, если, ну, на самом деле, вайпер не такой уж и абсос в лейте, он очень толстый и очень, ну, как бы, его неприятно фокусить, а он, если в тебя вцепляется, то уже неприятно. С какой-нибудь КБшечкой. Вот, наверное, за Demon Engine полетел, я так предполагаю. Ну, необходимо будет. По факту, смотри, Хвастецкий взял себе БКБшку, она у него сейчас... Это будет Тараско, этого вайпера будут просто игнорить, это, ну... Пока он будет настреливать, вся остальная команда, как бы, он уже умрет. Вылетают в Хвастецкого, у Хвастецкого будет правильным здоровьем. Вылетает на The Strike, там же Маледикшн, там же просто до свидания, Александр Юрьевич. Но Грейп летит неплохой, довольно-таки от Науфира. Сам Маледикшн улетает, ей ставится пейлдаун, и Death War, до Трей, до свидания. Науфир Хантер выживет. Науфир Хантер выживает. Смотри, что Фанник делает. Фанник закрывает бару, у бары проблемы, но у Фанника проблемы гораздо более серьезные. Фореф выживает, все выживают, трипл килл для АМП и минус 5 в исполнении БП Феникс. Мой нюанс, это все было без СФ. Да, это все было без СФ. Воу, смотри, Легко! И все, и сейчас они забирают Рошана. Без тебя. Без СФ просто минус 2000 золота у Империи, плюс 5000 для MVP. Алибарда, Алибарда у Спиритбрейкера. Хексу Баунти Хантера. Хексу Баунти Хантера, да. Тоже надо отмечать. Лекаревич Доктор. Псаганимом. Сейчас они уйдут, пуляются все вместе, и пойдут в хайграунд. А там уже крипы, крипы разбираются за МВП Феникс, то есть нормально все. СФ на самом деле, после БКБ Мекки ИСИИ, включил фанчик. Вот этот доминатор с траволами, это фанчик. Потому что, ну, деньги, вот сколько есть у него 1800, он пошел на базу, взял там хлоп. Сейчас такой воскрес, чего мои выиграли и без меня, можно и травола пойти там душно бить. Кошаны не хотят упорно забирать МВП. А, развали только что, извиняюсь. Да. Как раз таки у СФ есть АЕГИС. А кашу СМКБ? По байбэкам я тебе вот что могу сказать. Единственный человек, у которого на этой карте есть байбэк, это Рубик, это Алоха. За сейвивши. Да. 1.13 за то с байбэком. Ну, очень, на самом деле, очень много. 20 тысяч, почти даже 25 капа на Творцу проигрывает МПС прямо сейчас, но МВП еще не заходили к ним домой. Ну, можешь умножить количество смерти Алохи на треке и все это еще на пятерых. Ну, не пятерых, сколько его там, два триггера убирали, это то, что Алоха внес вклад в эти 20 тысяч, там, основной, я бы сказал, инвестор. Ай, господи, ну что, собрались, МВП сейчас нажмут смок, есть смок, есть смок, смок, нажимается. С ними идет тролль. Тролль, да. Чистенное преимущество МВП плюс Аягис. Да. Сашка Дашкевич, почему еще не подчарджем? Сашка Дашкевич может его и выйти. Ребята хотят убить их прямо там под базой, но они что-то знают. Ну все, смотри, Арчит Нофира пошел, Анофир говорим до свидания. Ох, Укшот отличный от Паника, далее будут прикоди какие-то, зачем, неважно. Алоха делает неплохо, потому что он ворует здесь на Селикен, но... Все это там, пошел конвейер, все под треками. Байбэк от Гирокоптера оказывается посреди всех. Байбэк от Рубика, сейчас придет Алоха. Баратрума запытается. Ну, реквием, реквием исполнения кио, и дальше проблемы. Проблемы у резолюшн. Они сейчас через Хекс покуснут, там 6 секунд до Хекса. Ну подожди, Империя вроде более-менее отбивается. Да нет, сейчас крипы. Три, две, одна, есть Блинк, есть Хекс. Они пойдут с крипами, но они на Хагай, на Хагай они так не будут давить. Надо крипов толкнуть, чтобы уже килык вот как-то реализовать. Ну типа четверых убили, два байбэка сфорсили. Байбэки теперь есть только у ММПшек. Тридцаточка стала преимущество. Это просто забей. Вайпер с топором. Смотри, Момо, Момо Акаси, это уже не... Трой ловит. Хопочки переманили, троллят, и посмотри-ка. Вот это какой микро! Стоит Вард, Вард стоит агонимный, у хвоста проблемы. Да, его уже больше нет, но с нами хотя есть Грейв, довольно-таки неплохой. Удача, Яргар. Ать, пока, попадет. Ой, Балатрюм, выбирает хвоста. Ну все, хвоста нету дальше, чем отбиваться? Резолюшиным. Резолюшиным здесь, он, в принципе, живой, более-менее. Дальше, ММП, в общем, проблемы. Саня, Шоттан выбирает позицию. Позиция вот такая, Коги неплохие. Дальше, Дубу просто отходит из Когт, потому что не было бы уфорста. Сэф с Эггисом пошел вперед. Это все, просто они сейчас навешивают треков, встанет полный эсэф. И полный эсэф всей команде Team Empire. Варпас, РКБ, Смомов, то есть обычно даже, если ты так забираешь, то ты берешь на каши садач, то есть серьезно играют. Тоже, на самом деле, насколько просто у Империи терпения хватит все за ГГБ. ГГБ, одно эфиро. Вот конейчики. Корейчики, 2754, за 30 кани это преимущество добили. Просто что творят. 55 фрагов. Феникс, victory! 55 фрагов! Это была первая карта. Бо-2 противостояние. Team Empire против MVP Phoenix. Я вот смотрю на все это дело. Я даже не знаю. Да, у нас есть камера. Я даже не знаю, что здесь сказать, на самом деле. Во-первых, они в ранней стадии игры очень хорошо законтрили все те попыки имперцев. Соответственно, как-то пойти и что-то сделать. И я уже не знаю, как якобы не показать. Ради из завода.